Всем привет! Представьте, что вы смотрите свой любимый сериал, и вдруг в любовной линии происходит неожиданный поворот. Вам, конечно же, захочется обсудить это с кем-то еще. Или вы хотите пересказать друзьям сюжет любимого книжного романа, а может рассказать, что случилось в отношениях у знакомых. Как же сделать это на английском языке? Узнайте сегодня на уроке. Давайте разбираться, как же говорить об отношениях и их перипетиях на английском языке. Говорить об отношениях нам сегодня помогут Росс и Рэйчел из сериала «Друзья», одна из самых известных пар в истории телесериалов. В отношениях этой пары было столько всего идеально для разбора английской лексики. Начнем! Росс и Рэйчел впервые встретились еще в школе. Для Росса это была любовь с первого взгляда. Love at first sight. Любовь с первого взгляда. Или To fall in love at first sight. Любиться с первого взгляда. Рассмотрим примеры с этими выражениями. Росс fell in love with Rachel at first sight. Росс влюбился в Рэйчел с первого взгляда. И видеопример. It was love at first sight. Это была любовь с первого взгляда. Прокачать разговорную речь можно с преподавателями Puzzle English. На первом бесплатном уроке методист проведет диагностику вашего уровня английского, подберет курс, подходящий именно вам, и расскажет, как устроено обучение на Puzzle English. Записывайтесь и начинайте говорить на английском вместе с Puzzle English. Итак, у Росса появились чувства к Рэйчел. Начать испытывать кому-либо романтические чувства. Например, У Росса появились романтические чувства к Рэйчел. И еще видеопример. Я стал испытывать настоящие чувства к Кристине. Но Рэйчел не отвечал на чувства Росса. Отвечать взаимностью на чувства. Хотя это неудивительно, ведь Рэйчел и не подозревала тогда о чувствах Росса. Рассмотрим пример, где используется это выражение. Рэйчел не отвечала Россу взаимностью на чувства. И еще видеопример. Но я не могу ответить на эти чувства. Спустя годы Росс и Рэйчел встретились снова. И вскоре стало понятно, что они уже больше, чем друзья. Больше, чем друзья. Рассмотрим пример с этим выражением. Росс надеялся, что они станут чем-то большим, чем друзья. И видеопример. Мы больше, чем друзья. Однако в паре долгое время было не все так гладко. Росс и Рэйчел много ссорились. Правда, потом мирились. Я не могу даже посчитать, сколько раз Росс и Рэйчел ссорились и мирились. Но ничто не сравнится с главным разладом между Россом и Рэйчел, когда он ей изменил. Разберем пример с этим фразовым глаголом. Как Росс мог изменить Рэйчел? И видеопример. Он мне изменил. Хотя по поводу измены у Росс и Рэйчел разные мнения, Росс утверждал, что они договорились взять паузу в отношениях. Поэтому измена не измена. Взять паузу в отношениях. Петь песенку вторым день. Ну, с причудами, да. Но зато у меня свой мир. Богатый внутренний мир. Друзья, подписывайтесь на наш канал. Для нас это очень важно. А мы продолжаем. Вопрос, который до сих пор вызывает много споров. Врали ли Росс и Рэйчел паузу в отношениях? У Росса по этому поводу четкий ответ. Мы взяли паузу в отношениях. Несмотря на рождение общего ребенка, Рэйчел еще сомневалась и была готова выбрать карьеру и уехать в Париж. Но в конце концов поняла, что не может представить свою жизнь без Роса. Не представлять свою жизнь без кого-то. Рэйчел не могла представить свою жизнь без Роса. Как и Рос, конечно. Я не могу представить свою жизнь без тебя. Итак, мы сегодня разобрали выражения, с которыми вы теперь с легкостью сможете описать отношения на английском. Кстати, а у вас есть любимая кинопара? Опишите их отношения, используя лексику сегодняшнего урока. Буду ждать ваши комментарии под видео. На этом на сегодня все. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok